Здравствуйте, ребята! Начинаем урок чтения. Тема урока – стихотворение Пулата Мумина Моя судьба, моя страна. Но сначала давайте проверим, как вы выполнили домашнее задание. Вам было предложено дочитать до конца рассказ о баистах на странице 6, подготовиться к пересказу и нарисовать иллюстрацию к этому рассказу. Я уверена, что вы нарисовали прекрасные картинки к этой теме и прочли, конечно, до конца песню «Аиста». А проанализировать это произведение я предлагаю вам следующим образом. Имеется 6 шляп. Вам нужно выбрать одну и выполнить задание. Попробуйте провести эту работу в виде игры со своими друзьями или с членами своей семьи. Итак, внимание, ребята! Если вы выбрали белую шляпу, то вам нужно назвать факты, как все происходило. Я помогу вам. Например, содержание рассказа, песня об аистах. Итак, давным-давно аисты умели петь. У них было очень много самых красивых песен, песни. Но потом они эти песни подарили птицам, которые спорили и ссорились, и оставили себе всего одну песню. Но впоследствии и эту песню они подарили женщине, что никак не могла уложить спать своего ребенка. Если вы выбрали красную шляпку, то вам нужно передать содержание текста очень эмоционально, чувственно. Если выбрали желтую шляпку, то вам нужно назвать все положительные моменты из этого текста. А вот если выбрали черную шляпку, то вам нужно передать все негативные, мрачные, отрицательные стороны этого произведения. А можно даже сочинить рассказ в виде триллера или фильма ужасов. А вот тем, кто выбрал зеленую шляпку, нужно предложить новые решения, то есть придумать интересную концовку, добрую, очень креативную. Она может совсем отличаться от заданной темы. Тот же, кто выбрал синюю шляпку, будет у нас руководить всеми. Это жюри. Вам нужно выслушать и проанализировать все, что сказали те представители, кто надевал белую, красную, желтую, черную и зеленую шляпку. Поработайте обязательно вот таким образом над содержанием текста. А сейчас я предлагаю вам разгадать ребус, ребята. Перед нами РОГ. И после картинки одна запятая. Значит, мы убираем одну букву в этом слове в конце. Оставляем РОГ. ДИСК. И после картинки мы видим две запятых. Значит, мы с конца убираем две буквы. Оставляем ДИ. И слог НА. Собрали слово? Конечно. Это Родина. Я сейчас хочу рассказать вам немного об этом слове. Слово Родина. Это место, страна, где человек родился, вырос. Однокоренные слова к слову Родина. Род, родной, народ, родословие. Народ сложил очень много пословиц о Родине. Вот две из них. Береги землю родимую, как мать любимую. И еще одна. Для Родины своей ни сил, ни жизни, ни желей. О Родине сложено немало песен. Конечно, это главная песня страны, гимн. А еще много патриотических и лирических песен. На уроках чтения мы много прочли с вами рассказов, стихов, загадок по этой теме. А еще много об этой теме говорил поэт, литературовед, драматург Пулат Мумин. Он со своими веселыми стихами, песнями, интересными поэмами и сказками стал любимым поэтом для детей. Пулат Мумин родился в 1922 году в городе Ташкенте. Он окончил педагогический институт и работал преподавателем. Затем стал писать и печатал свои произведения в газете. После он поработал начальником отдела детской литературы в узбекистанском государственном издательстве. Работал он еще и в Союзе писателей, и в Управлении при Министерстве культуры. Его заслуги отметило руководство страны. Ему присвоено почетное звание «Народный писатель Узбекистана» и «Орден почет народа». А еще Пулат Мумин известен как переводчик. Он перевел на узбекский язык много произведений известных русских поэтов и писателей. Итак, откройте учебники, найдите стихотворение «Моя судьба, моя страна». Послушайте. В прекрасных песнях славьте имена, Чья жизнь трудов и мужества полна. О новом зазвучит в сердцах Дастан, Прекрасен твой восход, Узбекистан. Земля моя, республика моя, Твоим святыням поклоняюсь я. Колыша травы, ветви тополей, Дуй свежий ветер Родины моей. Здесь отчий дом, здесь верные друзья. Ты жизнь моя, навек судьба моя. Трудны порой дороги и круты. Узбекистан, делами славен ты. Под мирным небом дружная семья, страна моя, республика моя. Могучий предков дух в тебе живет. Не уставай, шагай смелей вперед. Дум светлых и свершений караван. Велик твой новый день. Узбекистан. Очень красивое стихотворение, правда, ребята? В нем Пулат Мумин прославляет нашу родину, республику Узбекистан. В этом стихотворении вам встретились слова. Дастан – это жанр восточной литературы. Святыня – то, что является особенно дорогим, любовно хранимым и чтимым. Свершение – великие дела, высокие поступки. Запоминаете? И еще одно слово – могучий. Это значит мощный, сильный. Посмотрите еще раз на словарик. Хорошо. В своем стихотворении Пулат Мумин использует много эпитетов. Что такое эпитеты? Эпитеты – это красочные определения предмета или явления. Но я скажу проще вам, ребята. Это слова, отвечающие на вопросы «какая», «какой», «какие». Вспоминаете? Да-да, мы с вами уже говорили об эпитетах. Давайте сейчас посмотрим, какие эпитеты использовал поэт в своем стихотворении. Песнях каких? Прекрасных. Ветер какой? Свежий. Дом какой? Отчий. Друзья верные. Небо мирное. Семья какая? Дружная. Дух предков какой? Могучий. Думы какие? Светлые. Запомнили? Ну а сейчас, ребята, я хочу попросить вас поработать. Нам нужно выразительно прочесть стихотворение. Откройте стихотворение с самого начала. Возьмите маленькую указку, чтобы вам было удобно следить. Вспомним правило выразительного чтения. Читайте медленно, не спешите. После каждой строчки делайте короткую паузу, независимо от того, есть ли в конце строки знак припинания. Помните, мы говорили о темпе чтения, об интонации. Постарайтесь прочитать так, чтобы передать настроение автора и одновременно выразить свои чувства. Готовы? Итак, внимание. Вы начинаете самостоятельно читать только два первых столбика. Работаем. Прочли, ребята? А сейчас такое задание. Третий столбик вы прочтете самостоятельно, очень тихо, шепотом. Читаем. Получилось? Молодцы. Четвертый же столбик я предлагаю читать громко, крича. Готовы? Работаем. Замечательно. И последние две строчки давайте прочтем все вместе хором. Начинаем. Дум светлых и свершений караван, велик твой новый день. Узбекистан. Мне кажется, что вот в этих строчках выражена главная мысль стихотворения. Здесь прославляют новый день нашей Родины. Подумайте и скажите, как вы понимаете слова «моя судьба, моя страна». Правильно. Судьба каждого гражданина неразрывно связана с судьбой его страны. Что же значит, ребята, любить свою Родину? У каждого человека есть свой образ Родины. Край, где он родился, вырос, где он живет. Где все кажется ему особенным, прекрасным, необыкновенным. Родина – это не только то место, где мы родились. Это вся наша прекрасная страна – Узбекистан. Наша Родина – это еще и Родина великих людей. Амира Тимура, Алишера Наваи, Мирзоу Лукбека. Наш дом, где мы родились и живем – это маленькая наша Родина. А вот наша страна – это большой общий дом для всего народа. Что же значит любить свою Родину? Беречь ее. Для этого не обязательно вступать в благотворительные фонды, ребята. Достаточно начать с себя. Ведь начать с себя – это начало всех начал. Ведь совсем не трудно ни мусорить, ни грубить другим. И вот все эти ваши малые дела – и есть кирпичики, из которых строится счастливое будущее нашей Родины. И в заключении я хочу составить с вами синквей. Вспоминаем. Первая строка – имя, существительное по теме. О чем говорил нам Пулат Мумин. Об Узбекистане мы записываем, что Узбекистан. Вторая строка – два имени прилагательных. Как характеризовал Пулат Мумин Узбекистан? Я выбрала такие слова – прекрасный и великий. Три глагола. Славим, поклоняемся, воспеваем. Об этом мы сейчас читали с вами в стихотворении. Предложение я тоже предлагаю взять строку из стихотворения. Узбекистан – делами славен ты. Ну и последнее слово. Молодцы, замечательно. Конечно, Родина. Потому что в этом и заключается смысл слова Узбекистан. Это наша Родина. Итак, ребята, домашнее задание. Я попрошу вас выразительно читать стихотворение. Не один раз. Читаем несколько раз. Старательно, выразительно, с чувством. Мини-сочинение на тему «Моя судьба, моя страна». Это второе задание. Попробуйте написать небольшое сочинение, несколько предложений, в которых вы можете выразить свое отношение к нашей Родине. На этом урок окончен. Желаю вам успехов. Физическое насилие – это действия, причиняющие боль ребенку и препятствующие его развитию. Это удары, побои, встряхивания, шлепанья детей. Ребенок, переживший физическое насилие, может испытывать постоянный страх, депрессию, трудности в обучении. Его уверенность в себе снижается. Может проявлять агрессию и жестокость в отношении других детей, также животных. Насилие может появляться из поколения в поколение. Мы часто повторяем то, что видим в своей семье. Простые правила, которые помогут родителям избежать физического насилия. Любить и принимать ребенка с его особенностями. Уважать мнение ребенка. Уметь видеть свои ошибки и признавать их. Устанавливать семейные правила. Показывать личный пример. Быть последовательными и выполнять обещания. Остановим насилие в отношении детей вместе. Здравствуйте, ребята. Начинаем урок математики. Тема урока – умножение и деление с числами 1 и 0. Ребята, сегодня к нам на урок пришел вот такой замечательный волшебник. И он подарил нам вазу. Вы, наверное, удивлены, почему она пустая. Нет-нет, она не пустая. Она волшебная. Она наполнится знаниями тогда, когда мы узнаем что-то новое. А я постараюсь помочь вам в этом. Но сначала предлагаю проверить вашу самостоятельную работу. Приготовили тетради. Найдите примеры номер 8. Начинаем проверку. В первом выражении вы видите действие в скобках. Вот это действие мы и начинаем просчитывать первым. Посчитайте. Вычтите одну сотню из трех сотен. Пять десятков из семи. Получили ответ. И вот этот результат мы вычтем из числа 720. Проверьте ответ. Во втором выражении у нас отсутствуют скобки. Значит, вы работали по порядку. Слева направо. Считаем. Из числа 720 вычтите число 370. И из этого результата мы вычтем число 150. Так ли у вас? Проверяем ответ. В следующем выражении опять присутствует выражение в скобках. Находим разность чисел 450 и 280. Этот результат нужно вычесть из 940. Проверьте ответ. Последнее выражение без скобок. Вам нужно было просчитать слева направо по порядку. То есть сначала вычесть из числа 940 число 450. Из полученного результата вычесть 280. Проверьте ответ. Проверяем задачу. Задача 9. В условии сказано, что было 300 килограмм гвоздей, и из них 160-40 килограмм отправили. Вам нужно было узнать, сколько осталось гвоздей. Проверьте краткую запись. И проверяем решение. Сначала вы узнали, сколько всего отправили гвоздей. Вы сложили 160 и 40. Ответ 200 килограммов отправили. Теперь мы можем узнать, сколько осталось гвоздей. Вычитаем 200 из 300. Вычитаем 200 килограмм из 300 килограммов. Ответ 100 килограммов осталось. Проверьте, как вы записали выражение. Из 300 вычесть сумму чисел 160 и 40. Эта сумма показывает, сколько гвоздей отправили. Сверьте ответ. 100 килограммов гвоздей осталось после отправки. У вас так работа выполнена. Молодцы. Прочтите математические термины. Множитель, квадрат, делитель, множитель, произведение, частное и делимое. Подумайте и скажите, какой термин, как вам кажется, здесь лишний. Совершенно верно. Квадрат. Остальные термины вам нужно разделить на два столбика. Подумайте. Замечательно. Множитель, множитель произведения. Это название компонентов, действие, умножение. Делимое, делитель, частное. Название компонентов, действие, деление. Вы правильно выполнили работу. Сегодня мы говорим с вами об умножении и делении. А вот что мы будем умножать и делить, мы узнаем дальше. Возьмите ручки, выполним пока разминку. В тетради положите правильно, с наклоном. Итак, первое задание, скобка А. Запишите. Рядом, в первой строке, вам нужно записать числа, которые делятся на два. Выберите их из предложенных. 4, 8, 10, 12, 15, 20, 25. Какие из этих чисел делятся на два? Проверяем. 4, 8, 10, 12, 20. Запишите. Из этого же ряда чисел найдем числа, которые делятся на 5. Вниз, с новой строки записываем. 10, 15, 20, 25. Вы очень хорошо справляетесь с заданием. А вот последнее, будьте внимательны. Вам нужно найти в этом же ряду чисел те, которые делятся и на 2, и на 5. Подумайте. Молодцы. Запишите. 10 и 20. Отлично. Вторая работа. Скобка Б. Записали. Вам нужно записать в виде суммы одинаковых слагаемых. Рассмотрите выражение 1 умножить на 4. Число 1 показывает, что мы берем по одному. А вот число 4 указывает на то, сколько раз мы возьмем. 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1. Четыре раза. Запишите. Еще одно выражение. 0 умножить на 4. И вы уже догадались, что сумма будет выглядеть таким образом. 0 плюс 0 плюс 0 плюс 0. Молодцы. Идем дальше. Математический диктант мы выполним в задании 3 на странице 10. Записали? А теперь очень внимательно послушайте задание. У Арифаака 410 овец и коз. Из них 380 овец, а остальные козы. У Шакира Ака 20 коз и 420 овец. Сейчас, ребята, мы будем работать таким образом. Мы находим ответ на вопрос и будем записывать все ответы через запятую. Готовы? Внимание, вопрос. Сколько всего животных в Атаре у Шакира Ака? У Шакира Ака 20 коз и 420 овец. Сколько всего животных у него в Атаре? Молодцы. Правильно. Пишем 440. Следующий вопрос. Сколько коз в Атаре у Арифа Ака? Мы знаем, что всего у него животных 410. Из них 380 овцы. Догадались, сколько коз? Посчитали? Правильно. Записываем 30. Через запятую. Следующий вопрос. Думаем. Найдите общее количество животных в двух Атарах. У Арифа Ака 410 животных. А у Шакира Ака? Узнаете, сколько всего. Если коз 20, а овец 420. Правильно. 440. Сложите. 850. Записываем. Еще вопрос. Сколько овец в двух Атарах? Только овец. У Арифа Ака 380 овец. А у Шакира Ака 420 овец. Сложите сотни. Сложите десятки. Я слышу уже ответ. Молодцы. 800 пишем. Следующий вопрос. Найдите количество коз в обеих Атарах. Итак. Еще раз. У Арифа Ака. Мы с вами просчитали 30 коз. Помните? У Шакира Ака 20 коз. И я думаю, что вы правильно все ответили. Конечно, 50. Запишите. А сейчас такое задание. Распределите в два столбика. И я думаю, что вы со мной согласны. Внимательно посмотрите. В первом столбике умножение единицы на число. Во втором столбике умножение нуля на число. Вот мы и подошли, ребята, к нашей теме. Сегодня мы с вами поговорим о том, как правильно умножить единицу на число, ноль на число, как разделить число на единицу, и ноль на число. Итак, давайте выполним ряд заданий. Посмотрите на корзинки. Ответьте на вопрос, сколько яблок в четырех корзинах? Я вижу, что вы улыбнулись. Конечно, здесь яблок нет. Как мы можем записать, если у нас отсутствует количество яблок? Правильно. Запишем ноль плюс ноль плюс ноль плюс ноль. Значит, общее количество яблок – ноль. Яблоки отсутствуют в корзинах. Теперь я попрошу эту сумму заменить умножением. Мы получим ноль умножить на четыре. Ответ – ноль. Вот такой пример. У пяти котят по одной ленточке. Сколько всего ленточек? Итак, у каждого из пяти котят одна ленточка. По одной ленточке у пяти котят. Значит, мы будем складывать ленточки. Ответ – пять ленточек. Замените на умножение. Один умножить на пять равно пять. Сделаем вывод. При умножении любого числа а на единицу всегда получится это же число, которое мы умножали. При умножении любого числа на нуль, любое число умножаем на нуль, получаем нуль. Запомните это правило. При делении числа на единицу получим это же число. Так как если мы сделаем проверку, ребята, и умножим частное на делитель, то мы получим делимое это же число. Следующее правило. При делении нуля на число мы всегда получим нуль. Так как если мы сделаем проверку и умножим делитель, число а на частное нуль, то мы получим делимое нуль. Запомнили? Еще одно правило. На нуль делить нельзя. Решите выражение. Возьмите ручки, сядьте прямо и запишите, пожалуйста, эти примеры. Готово? А теперь давайте их решим, вспоминая наше правило. При делении числа на само себя, на это же число, то есть правило а разделить на а, в результате получим 1. Если мы делим число на 1, а разделить на 1, вспоминаем, мы получим правильно а. Это же число. При делении нуля на число всегда получится, молодцы, конечно, нуль. 2 разделить на нуль. Вспомнили? Замечательно, на нуль делить нельзя. Нуль делим на единицу и получаем правильно нуль. Следующий столбик. При делении числа на это же число, на само себя, мы получаем единицу. Следующее правило. При делении числа на 1, а делим на 1, молодцы, мы получаем это же число, а. Нуль делим на число, отлично, получаем нуль. Кто помнит, какое правило здесь нужно применить? Замечательно, на нуль делить нельзя. И последнее выражение. 1 делим на 1, число а делим на а, получаем 1. Запомнили эти правила, ребята? Не забывайте их применять. А сейчас тренировка. Запишите примеры 4 на странице 11. И сейчас вам нужно вспомнить еще раз все эти правила. В первом выражении есть действие в скобках, и поэтому мы начнем считать именно с этого действия. Сложите два числа, 72 и 35. Ответ 107. Далее мы будем делить. Ответ будет равен нулю. Сложите 0 и число 107. Запишите ответ. Следующее выражение. И в нем есть разность в скобках. Начинаем с разности. Посчитайте. Из 98 вычтите 45. 53. Умножьте 53 на 0. Конечно, получится 0. 0 прибавьте к 450. Правильно. 450. Третий пример. В скобках считаем. 320. Число 320 делим на 1. Получим 320. Прибавьте к нему 24. Проверьте ответ. И последнее выражение. Посчитайте в скобках. 360. При умножении 0 на 360 мы получим 0. Прибавим 500. И ответ проверьте 500. Молодцы, ребята. И в заключение еще одна непростая работа. Запишите уравнение. Записали? Посмотрите внимательно на скобки, ребята. Вы видите три слагаемых. Вспомните, недавно мы учили такую тему. Чтобы сложить три слагаемых, вам предлагается сначала сложить два из них удобных слагаемых между собой. А затем к результату прибавить оставшиеся слагаемые. Вспомнили? Находим удобные слагаемые. 120 и 80. Сумма этих чисел будет равна 200. Прибавьте число 200 к числу 540. 740. 740 вам нужно умножить на 0, так как за скобками у нас два действия – вычитание и умножение. Ну, во-первых, уменьшаемое неизвестно, поэтому мы не можем выполнить это действие. И, во-вторых, мы знаем, что действие умножения имеет приоритет перед действием вычитания. Умножьте. Получили 0. Мы упростили с вами уравнение. Запишите х минус 0 равно 135. Теперь находим значение х. Чтобы найти уменьшаемое, нужно к разности прибавить вычитаемое. Ответ 135. Вооружитесь линеечкой и проведите линию. Сейчас мы запишем с вами проверку. Вы помните, что, записывая проверку, мы смотрим в первую строку в задание и вместо х подставляем значение х в число 135. Получается запись. Из 135 вычесть произведение суммы чисел 540, 120, 80 и 0. Сначала посчитаем в скобках. Мы с вами считали значение 740. Умножим на 0. Получаем 0. Запишите. 135 минус 0 равно 135. 135 равно 135. Отличная работа. И теперь наша ваза наполнилась знаниями. А я вам предлагаю сейчас нарисовать в тетради столько цветочков, на сколько вы оцениваете свою работу. Если вы оцениваете свою работу на 5 баллов, нарисуйте 5 цветочков. Если на 4 балла, 4 цветочка. А если на 3 балла, 3 цветочка. Я оценила вашу работу на 5 баллов. Домашнее задание. На странице 11 найдите номер 7 и 8. Выполняя примеры в номере 7, обратите внимание на действия деления на единицу, умножения на 0, деления нуля на число, умножения единицы на число. Задача 8. В конкурсе звездочка приняли участие 340 человек. Сколько сценических номеров было показано, если каждый участник предоставил один сценический номер. Выполняя решение этой задачи, помните правило умножения на единицу. На сегодня урок окончен. Желаю вам успехов в самостоятельной работе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...